Семейная программа для всех и каждого 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 К окружающим по каким-то параметрам Чтобы эти параметры были близки к идеальной какой-то норме И в этом смысле почему бы и нет Потому что человек должен и общество, и окружающее Оно должно постоянно развиваться Это нормально, это как такое стремление человека двигаться куда-то Но в определении перфекционизм есть ещё там дальше продолжение Потому что это неуёмное стремление к идеалу И следом идёт неудовлетворённость тем, что человек делает сам Отсюда выплывает самоедство и много всяких Депрессия, зависть и неудовлетворённость жизнью, собой и этим миром И это тот момент, когда перфекционизм перестаёт быть хорошо Он становится плохо, потому что, казалось бы, изначально он побуждает человека куда-то стремиться Но на другом полюсе вы, наверное, тоже сталкивались с такими людьми Которые говорят, ну я буду делать или хорошо, или никак Или людьми, которые в боязни, понимая, что они не сделают идеально, как они себе это нарисовали в голове Они вообще не делают Вот это хуже Понимаете, вот перфекционисты, если брать 100%, то есть люди, которые, как моторчики, они двигаются Куда-то двигаются, достигают, что они там чувствуют, не чувствуют, они иногда это и не проявляют И есть большее количество из этой подборки перфекционистов Они всё-таки, люди проседают, скатываются назад и ничего не делают А вот перфекционистами рождаются или ими становятся? Тоже такой интересный с заковыркой вопрос Знаете, вот все мои коллеги и теоретики психологии и практики говорят о том, что это приобретённое в детстве За счёт того, что родители недохваливают детей, критикуют их, предъявляют ему повышенное требование Но я лично в своём опыте наблюдала семьи, особенно это хорошо видно по многодетным семьям Где вот из пятерых детей один такой вот, ну совсем, ему нужно, чтобы всё было убрано, чтобы всё было разложено по местам Он боится на людях как-то себя проявлять, потому что думает, что это будет не столь идеально, как хотелось бы То есть здесь встаёт вопрос о том, что всё-таки, знаете, сложно так однозначно сказать, что это приобретённое По моим наблюдениям, очень часто старшие дети, на которых возлагается очень много всяческих надежд и так далее Они тоже где-то отчасти перфекционисты Ну это мои наблюдения На самом деле, да, в этом есть смысл, потому что они очень быстро выскакивают вот в это долженствование Когда они больше должны, чем у них есть привилегии, быстро становятся взрослыми Вот, поэтому, знаете, вот если приобретённое или врождённое Мы же врождённым считаем и то, что мы приобретаем устои, правила какие-то, какие-то страхи и дефициты родительские, да Поэтому, ну, здесь комплексно Но родители в состоянии, воспитывая ребёнка, сделать так, чтобы увидеть этот комплекс, если он вдруг появился неоткуда Или же понимать, что есть опасность, предъявляя ребёнку требования непомерные Вырастить человека, не удовлетворённого собой и своей жизнью Мне очень нравится такой пример, когда, ну, это можно наблюдать в семьях Если кто-то вот нас слышит, и вы где-то найдёте себя в этой ситуации Очень часто родители из самых лучших, из самых добрых побуждений говорят Ты, ну, должен, пусть будет слово должен, стремиться к лучшему Ты хорошо должен учиться Поведение должно быть на определённом уровне, да, хорошее Должен, там, успевать заниматься музыкой Ещё много-много-много чего надо сделать на очень хорошем уровне И, знаете, очень часто это настолько такое Я не осуждаю это, потому что это родительское такое стремление ребёнка, ну, я не знаю, что ли Как-то привлечь к лучшему, научить работать, учиться И очень часто, особенно, когда у ребёнка это, ну, так скажем, может быть, ленивый по сути своей Или увлекается чем-то одними и переключить на другое очень сложно внимание И вот это играет роль, когда ребёнок попадает особенно в лучший класс, где очень сильные ученики И там вот эта тема перфекционизма тоже срабатывает Нужно тянуться, нужно быть лучше, нужно где-то доказать Это плюс, ну, это моё мнение Где-то ещё какие-то занятия, возможно На сцене человек выступает, да, или любит вот эти публичные выступления И тоже ребёнок или молодой человек, он вырабатывает и проходит какие-то свои, ну, не знаю, неуверенности где-то Чтобы стать лучше, чтобы быть на высоте Полностью согласна, потому что, ну, если откатываться в сторону и сказать нам, например, перфекционизм это плохо Родители там завышенное требование предъявляют, то можно, ну, опять же, вдруг амебу вырастить, который, человеку, который ничего не нужно, и он там где-то сидит на задворке и считает, что у него жизнь удалась Понятно, что воспитывая ребёнка, мы его должны научить трудиться и достигать чего-то, да И здесь вопрос не вырастить из своего ребёнка перфекциониста Потому что я бы всё-таки определилась на том, что перфекцион... ну, как психолог, как... потому что перфекционизм это есть заболевание такое, да Поэтому давайте есть здоровый перфекционизм в народе, это на ура Так вот, вырастить такого ребёнка, здорового перфекциониста, нужно, потому что ребёнка в детстве нужно научить трудиться Нужно научить достигать целей, да, и здесь вопрос не в том, ставить ему какие-то планки, да, и говорить, что, дорогой, мы живём в социуме Нужно соответствовать, да, с людьми нужно жить, да, а не уходить в оппозицию и говорить, что зачем мне соответствовать кому-то, да Вот, нужно стремиться к хорошим оценкам, к достижениям, потому что, ну, в этом определённый стимул дальше развиваться И в этом человек и счастье приобретает Но здесь вот момент, как родители это делают, да Здесь очень важно, чтобы, когда ребёнок чего-то достигает, это отмечать и говорить, какой ты классный, какой ты молодец Слова поддержки, правда? Да, здесь вот, чтобы у ребёнка с детства не было вот этого вот, что он вот чуть-чуть, даже если он уже близок к идеалу, то всё равно там куда-то этот идеал отодвигается Или же, ну, ему там по шагу, да, он не 90 баллов получил на тестирование, ой, не 100 получил, а 99 И уже траур в семье, потому что почему-то надо было 100 Шикарный пример, потому что это и это во всём проявляется Будь то где-то в самодеятельности ты не дотянул до гран-при, будь то это в учёбе ты не дотянул до 100 баллов Или десятку не носишь домой, да, и всё, что вырастет из этого ребёнка, он там восьмёрку имеет по математике А очень много таких семей я наблюдаю С оценками, на самом деле, и со школой, и там проблема серьёзная, и эта проблема даже не школы Ну, от учителя тоже много зависит, он воспитывает не только детей, но и родителям же какие-то Если учитель будет транслировать, что, пардон, ребята, мы тут учим детей учиться в начальной школе, да, а не десятки домой таскать Давайте где-то золотую середину искать, да, но с позиции родителей, может быть, ну, не знают они, как формируется перфекционизм, да, они интересовались Может, у них с этим всё в порядке, они не страдают от самоедства, да, но велика вероятность, что они вырастут ребёнка Потому что считается, ну, как вот, как можно оценить успешность ребёнка, да, в школе Можно оценить от того тем, что он ходит в школу, по критерию, что он ходит в школу, и ему там классно, у него много друзей, у него там он много знает, у него глаза горят На школу это не только друзья Да, да, у него глаза горят, он оценки приносит, да, хорошее А можно вот просто, открываешь дневник, там 8-7, плохо, надо больше Так 8-7 это хорошо? Да, это хорошо, ну, для некоторых, знаете, здесь очень индивидуально, кому кто-то, кому-то и 10 там нужно На самом деле нужно немножко на хвост насыпать, чтобы там десятка была, потому что до десятки ребёнок, ну, ребёнок способен на 10 И здесь большая опасность для родителей Скатиться в другую сторону, сказать, да, ребёнок, школа это так, переезжай, там видно будет, репетиторов в 10-м наймём, поступишь Или же, наоборот, давить его с первого класса тем, чтобы он выполнял задания домашние постоянно Постоянно вот все уроки, которых там 10 штук на завтра были выполнены от и до, да И тогда ребёнка замотаешь, и вот эта внутренняя неудовлетворённость, потому что всё идеально сделать нельзя Родители должны быть очень осторожны с этим Вот, и видеть возможности, ресурс ребёнка и понимать, что здесь важно не передавить Вот как увидеть возможности и ресурс ребёнка? Я не знаю, мне не хочется, ну, кого-то осуждать, кого-то поддерживать Но я просто приведу пример из своей жизни И уж коль мы всегда говорим, вот, у нас там что-то плохо, у нас это не то, вот это не то Мне так хочется иногда говорить, не всё плохо, да, не всё, всё У нас очень много, очень много хороших примеров, очень много и сегодня можно найти учителей от Бога Которые вот действительно вот как-то вот растворяются, ну, в здравом таком смысле слова в детях И вот есть у нас Галина Георгиевна Байдукова, в начальной школе номер 29 работает, прекраснейший специалист Я уже, наверное, думала, что может быть уже и нет так особо много людей, которые учителя от Бога Нет, есть Вот человек, который очень чутко чувствует деток, чувствует их способности, чувствует кто на что гораст Умеет правильно поддержать в нужный момент именно ребёнка, подчеркнуть нужную особенность Вот вы улыбаетесь, вы очень много работаете тоже в школе, с учителями, с детьми Вот приятно же слушать такие моменты, правда? Много на самом деле таких педагогов, которые дают зону развития ребёнка Да, если у тебя сегодня не получится, получится у тебя завтра Только для этого нужно это, это и это И когда, знаете, вот как увидеть ресурс ребёнка, да, это на самом деле сложно и очень индивидуально Это в душе у родителя, он просто должен... Родительство — это такая постоянная изыскательская деятельность Она очень приятная, наблюдать за своим ребёнком, да, предъявлять ему требования серьёзные, потому что это важно Но и смотреть, где можно там ему, ну, образно говоря, соломку подстелить, да А вот что и общее правило здесь, да, борьбы с перфекционизмом На все вот от рождения, на всю жизнь человеку — это приучить его справляться с неудачами И дать ему вот понимание, что ошибки, они допустимы И ошибка — это возможность развития, да То есть если у тебя что-то не получилось, ты можешь не убивать себя морально, не заниматься самоедством, да А просто посмотреть, ну, такой разбор полёта Это было-то хорошо, это было плохо, вот там, где плохо, что я ещё могу сделать на следующий раз Потому что вот среди даже взрослых своих друзей, коллег бывает такое Провёл человек семинар, ну, вроде всё хорошо, да И сначала такой эйфория такая, всё, классно, там, благодарные слушатели А потом проходит какой-то час-два-три, и у человека выскакивает Ага, а вот там вот было не так И люди себя, да, и люди себя так накручивают, что где-то на завтра уже есть понимание, что всё там было провально совершенно, да И дети тоже так, как правило, делают Такая работа над ошибками, да, Светлана? Да, умение, она такая нехорошая работа над ошибками Но ведь, понимаете, очень часто люди где-то там, которые наблюдают со стороны, думают, а я бы так сделал лучше Да, на здоровье, это проблема тех людей, потому что они не внимают в этот момент Это тоже, кстати, перфекционисты, я не рассказала, они делятся, перфекционистам бывает разное Завышенное требование к себе, к окружающим и к миру вообще, да, разделяется Так вот, есть люди, которые, они не внимают, не наслаждаются этим миром, а отслеживают, где что не так Где споткнулся, да, где не сказал, где... Да, да, вместо того, чтобы слушать там рационал, вот он пришёл на лекцию, да И, о, там, да, это я знаю, а вот это вообще он коряво делает А этот человек, идеальных людей нет, а он там может 30% рационального даёт и интересного А это будет пропущено Вот, в этой связи есть такое хорошее правило зелёной ручки, да Вот если говорить о том, как справляться вот с этим, да Придумала его мама, и вот у нас все, мы знаем с детства, все это проходили, что нам наши диктанты, наши работы правили красной ручкой Да, и смотрите, какой психологический момент серьёзный Вот, вот это тоже один из механизмов формирования перфекционизма и недовольтворённости, да Особенно люди, которые писали, ну, раньше на 4 писали, сейчас на 9 пишут, да Из всего правильно написанного текста одна ошибка подчёркнутая красным И это, как правило, запоминается, и это обсуждается, и туда человек концентрируется в этот момент А это мама придумала, она проверяла текст ребёнка написанным и маркером таким, просто выделяла зелёным цветом слова, где было написано правильно всё И вот это вот так, это как метафора может быть по жизни, да, нужно на мир смотреть и выделять эти места И тогда перфекционизм, он как-то схлопывается сам В том числе и родители, да, как ребёнку предъявлять требования, этот текст нужно написать Эту работу нужно сделать, ты, ну, в этом конкурсе участвовать здорово будет, да Но по результату всё-таки выделять, что там удалось, что там было хорошего И ребёнок с детства к этому приучается Ну вот чуткость, должна быть чуткость И очень часто я её видела у людей такого более старшего поколения Вот такая, да, очень далёкая советская школа Вот вы улыбаетесь, но вот сейчас слушала вас и вспоминала учителей, которым на сегодняшний день 80 лет Которые меня учили, низкий им поклон И которые не делали тебе там укор, что ты плохо сделала, чтобы ещё больше загнать в угол Очень тонко и тактично подзывали, до сих пор помню ошибку Одну единственную, которую я допустила в пятом классе, когда вместо лучше написала лучше И очень тонко учительница русского языка подозвала, говорит Я на всю жизнь, вот сейчас пишу это слово И всегда стоит образ Елены Николаевны Поэтому, наверное, вот это А у родителей, хотела бы вернуться в семью, опять же, к тому, с чего мы начинали с вами Очень часто родители для того, чтобы сделать ребёнка ещё лучше Чтобы он мог работать Как бы несколько раз сегодня вот такой красной нитью прозвучала тема перфекционизма и умения работать Вот это правда, когда изначально ребёнка настраиваешь на то, чтобы достигнуть максимально лучшего результата Чтобы, например, какой-то предмет, который не даётся взять его штурмом До сих пор помню штурмы мои по физике Сегодня это с улыбкой воспринимается Но тогда это было, правда, максимальное время, которое я уделяла предмету Это физика Но учиться бороться и учиться достигать чего-то, это правда, это дорогого стоит Но, опять же, наша родительская должна быть внимательность Не перегибать, да Не говорить, что могла бы на 100 баллов, а не на 99 Это тоже очень важно Как ты поддержишь человека А вот когда, ну вот что-то сделано такое уже, да Вот что делать и как поступать и в школе, например, и родителей Когда вот ребёнок, как вы сказали, иногда бывает такая обратная сторона Когда ребёнка загоняют в угол, и он уже ничего не хочет Можно ли исправить эту ситуацию? Когда я лучше не буду это делать, потому что... Эта ситуация называется уход от деятельности, да Если в разрезе школы, то это где-то, наверное, четвёртая, да Не, наверное, точно, четвёртая стадия Вот Ну, пути ребёнка в неуспешность Изначально, когда он собирался идти в успешность, да Когда он думает, что лучше я вообще не буду делать ничего, чем, да, буду Вот Из любой ситуации, конечно, ребёнка можно вытаскивать И взрослый сам себя из любой ситуации может вытащить В том числе и из этой В случае с детьми это поддержка И во всём спектре нашей жизни всегда можно найти какую-то область, где человек может быть успешным, да Если у ребёнка так совсем всё запущено, нужно чем старше ребёнок, тем более хитро Ну, хитро в хорошем смысле слова Потому что бывает такой уход в негативизм серьёзный, что там уже не подойти, если это подростковый возраст Начинать с этой области В чём ребёнок успешен? Это золотое правило и для учителей, и для родителей, и для учителей, когда у них там класс детей Не все могут фонтанировать в учёбе, да Но кто-то певец хороший, кто-то рисует хорошо Кому-то невероятно нравится там Где-то можно подхвалить, если он помог что-нибудь Потому что, ну, во-первых, на детях не отдыхает природа И жизнь не отдыхает И нравственными качествами все наделены изначально Там в душе можно накопать массу всего, что заметить и возвеличить Да И родители могут это делать Но не получается сегодня в учёбе, да Но, знаете, здесь такой эффект получается большого взрыва Когда где-то успех в одной области, он распространяется на все остальные И вот это очень хороший механизм Если ваш ребёнок вообще на школу забросил и везде Ну, как-то не хочет выходить Безразличие Безразличие, да Найдётся всё равно какой-то момент, я не знаю Поехать с отцом на рыбалку там И очень хорошо помогать ему Вот этот момент нужно заметить И его как-то так Использовать Да, использовать Потому что оно потом, вот этот вот заряд, он переносится в другие области Вот это, ах, я могу Значит, а почему бы здесь не попробовать, да? Не сделать что-то Значит, ты там можешь Точно так же работает и обратный эффект Ну, если ребёнок обратно, да Если его постоянно тыкать в какую-то неудачу и только, да Потому что мы часто, мы настроены Вот у нас такое воспитание от обратного, да Видим неуспехи И кажется, что если в них тыкать, то вообще гениальный человек вырастет А на самом деле, чтобы гений вырос, нужно тыкать в успешные места Вот, и особенность как раз перфекционизма в том, что бывает так, что люди же Перфекционисты не во всех областях, да Вот он может просто там из кожи вон лезть на работе, да Делать что-то идеальное А дома полный бардак, может быть, да Вот, это тоже такой момент Поэтому вот если, вот что касается детей Из взрослого человека, когда он сам с собой, да Вот как себя вытащить из этого болота, когда ты понимаешь, что проваливаешься, да Ничего не хочешь делать, потому что, ну, все равно там какая-нибудь Таня сделает лучше А зачем? Здесь тоже посмотреть, а что я могу сделать, да И хороший момент, что идеала не бывает Всегда нужно себе же оставлять коридор для большего развития Дякую велики нашей гости Светлане Васильевой Про перфекционизм сегодня мы разважали Ну, а я, Татьяна Гулейко, развитываюсь Бережите себе и своих близких Семейная программа